Анна Васильевна Бабенко Будущие медицинские работники знакомятся с жизненными историями ровесников края, которые стали частью истории региона. В сентябре Краснодарскому краю исполнилось 85 лет, а в октябре Лобинску 75. В рамках этих дат в районе с сентября месяца начался реализовываться проект, который называется «Ровесники Краснодарского края и города Лобинска и их судьбы». Поддержан этот проект администрации Краснодарского края. Его суть – организовать встречи студентов, школьников, молодое поколение с ровесниками края и города Лобинска, для того, чтобы через их судьбы, через их воспоминания познакомиться с историей края и города. Анна Васильевна, хоть и ребенком застала Великую Отечественную, одна из немногих помнит, как немцы вошли в станицу. Время купаться запомнилось навсегда. Первое воспоминание – это когда зашли немцы в станицу Лобинскую. Я спала с бабушкой. Маму бабушка отправила к соседям, потому что там подвал был. Просыпаюсь от чего? Пистолетом у меня вот так туда-сюда, туда-сюда. Я лом глаза. Немец. Дитем. Четыре года. Три года. Три, четыре года. А бабушка лопочет, чего-то лопочет. На всех языках сразу. Чего-то. Это самое, что помню. А у меня пистолетом. Йоден. Йоден. А у меня такие лазищи и волоса кучерявые. Все, еврейка. Они евреев всех расстреливали без всякого. Она нет, нет, нет. Вот яркая картина. На всю жизнь она у меня осталась. В ее рассказе воспоминания об отце. Они тоже связаны с войной. У них был такой порядок. Ты за себя не отвечаешь. Ты отвечаешь вот за этот танк. После боя, что б там не случилось. За тебя, другого кто-то там отвечает. Вот что б не случилось, ты должна отчитываться за вот этот танк. Вот такой порядок был. Вдруг этот танк, за который отец должен отвечать, взрывается. Ну, в оба что ли попало, не знаю что ли. А он побежал узнать, что людей там много осталось или нет. И еще одна бомба. И его присыпало. Здорово присыпало. Идет похоронная команда. А танкистам, это привилегированная была часть у нас в войсках, давали кожаные куртки. И часть куртки торчала немножко из-под земли. Вот эта похоронная команда, пропадает куртка, надо вытащить. И вытащили отца. Так он остался живым. Он просто оглушил его там, а тот танк есть уничтоженный был. Куртка спасла. На выбор профессии повлияла родная тетя, медработник. О ней Анна Васильевна тоже рассказала студентам. А училась Анна Васильевна в Краснодарском медучилище, после которого вернулась в Лобинск. Работала в терапевтическом отделении больницы, но дольше всего в физиотерапии. И на заслуженный отдых ушла всего пять лет назад, когда ей было уже 80. В биографии Анны Васильевны был и Магадан. Туда она отправилась за мужем. А знаете, как в Магадане интересно? Значит так, по улице идешь, по центральной, солнышко печет, хорошо. Все, ручьи текут, за угол заворачиваешь, этот ручей бежал, бежал, тыц, и замерз. Тут уже зима. А какая Анна Васильевна в семье, рассказывают близкие люди. Добрый, гостеприимный человек, а еще очень талантливый. Она очень творческий человек. Она вышивает картины. Такие вот, когда на эту картину смотришь, даже не определишься, что это нитками сделано. Как будто прям картины нарисованные. Из папье-маше, вот она моим детям делала игрушки, подарки, в которые складывали мы конфеты на новый год, на это. Вот прям настоящие там грибы, какие-то елки. То есть у нее просто золотые руки. А что касается главных качеств медработника, Анна Васильевна звала милосердие и сострадание. Именно они помогали ей всю трудовую жизнь, выстраивать отношения и с пациентами, и с коллегами. И студентам она желает быть добрыми и отзывчивыми, тем более в медицине.